Российский рубль попал под жернова кризиса. Кристиан Штайнер. Неуэзур Чарзей Тунг, Швейцария. 13 апреля 2018 года. Похоже, твит Дональда Трампа превращает черный понедельник в черную неделю. Последствия введенных в пятницу жестких американских санкций все еще ощутимы на российских рынках, а теперь президент США еще подливает масла в огонь своими ракетами. Третий день подряд рубль обесценивается. Лишь за среду российская валюта вновь потеряла почти 3%. Теперь за 1 доллар нужно платить свыше 64 рублей. Это прирост более 11% по сравнению с курсом в начале недели. Могло быть и хуже. Согласно рыночным аналитикам, это падение курса объясняется не только санкциями против российских бизнесменов. Рынок опасается более жестких мер против России. Под прицелом политиков США оказались также российские государственные облигации и крупные банки. Новый американский законопроект, который был внесен демократами после отравления двойного агента Скрипаля, стремится, в частности, запретить иметь дело со Сбербанком и ВТБ, двумя крупнейшими российскими финансовыми институтами. Хотя эта музыка на проекту эксперты дают мало шансов, инвесторы опасаются. Ибо отношения между Вашингтоном и Москвой в сирийском конфликте за прошедшие дни еще больше обострились. Страдают потребители последствия обывала рубля ощутят прежде всего потребители. Согласно данным Ростата, Россия импортирует почти четверть всех продуктов питания и свыше трети остальных товаров потребления. Тем самым более слабый рубль означает, что цены на импортируемые товары и услуги вырастут. Это затронет прежде всего средний класс, который любит путешествовать и покупает много товаров. Однако инвесторы также пересматривают свои портфели активов после черного понедельника на биржах. Российская гонка на биржах на этой неделе закончилась слишком быстро. На первый взгляд кажется неожиданным, что евро по отношению к рублю подорожал несколько больше, чем доллар. Рыночные аналитики предполагают, что российские компании сейчас кладывают свои деньги не столько в США, сколько в Европу, чтобы подстраховаться из-за падающего курса рубля. Вмешается ли эмиссионный банк? Председатель российского эмиссионного банка Эльвира Набиулина, наоборот, демонстрирует спокойствие. Рынок акций находится в обычном состоянии корректировки и с рублем следует рассчитывать на волатильность, заявила во вторник глава эмиссионного банка. Конечно, центральный банк вмешается, если возникнет риск финансовой стабильности. Однако сейчас его не предвидится, говорит Набиулина. Тем не менее аналитики предполагают, что эмиссионный банк отреагирует на слабость рубля и, по-видимому, откажется от дальнейшего понижения процентной ставки в конце апреля. Российское государство выигрывает в отличие от предыдущих падений курса рубля, как, например, в 2016 году, причина нынешней слабости – необрушение цен на нефть. На этот раз рубль теряет стоимость на фоне подорожания нефти. Вот почему аналитики считают вполне возможным оздоровление рубля в следующей неделе, если геополитическая ситуация не обострится еще раз. Низкому курсу рубля радуются прежде всего компании, работающие на экспорт. В России это производители сырья, прежде всего те, кто добывают нефть и газ. Поскольку большинство этих концернов принадлежат государству, то это хорошо для российского бюджета. Экономисты рассчитывают, что при цене на нефть в 3300 рублей за баррель Москва сможет продемонстрировать сбалансированный счет. А благодаря обрушению эта цена составляет сейчас даже свыше 4000 рублей.